Десна ТВ А пока давайте узнаем, что уже произошло в нашем городе. Итак, основные темы выпуска. Данным проектом предусмотрено расширение парковок в целях того, чтобы у людей было больше возможности припарковывать для временного пребывания свой автотранспорт. Проект «Комфортная городская среда» работает. Классно! Много всего нового появилось. Дети сельских поселений получат игровые городки. Мы начинаем большую программу рейтингования, оценки деятельности наших Атамградов. Экологическое движение АК в Десногорске. У каждого ребенка должна быть семья. Мама, папа, бабушка, дедушка. Вот так вот. Детям из лагеря рассказали о празднике День семьи, любви и верности. День семьи. В 2018 году участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда» принимают три дворовых территории Десногорска. Мы расскажем вам, как продвигаются работы по благоустройству и ремонту дорог. В рамках программы формирования комфортной городской среды в этом году будут благоустроены парковая зона во втором микрорайоне и три дворовых территории. Уже полным ходом идут ремонтные работы во дворе многоквартирных домов 7 и 8 четвертого микрорайона. На сегодняшний день подрядная организация «Рослевская ДСПМК-44» занимается бордюрами, вывозом строительного мусора и в дальнейшем приступят к асфальтированию проездов. Данным проектом предусмотрено расширение парковок в целях того, чтобы у людей было больше возможности припарковывать для временного пребывания свой автотранспорт. Я вижу, что на парковке присутствует личный транспорт. И скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда они дойдут до вот этой машины, они приостановят что ли работу? Конечно, они приостановят работы, хотя у нас по графику жесткие очень условия аукциона, определены рамки проведения контрактов. И была проведена достаточно большая работа и администрации, и управляющие организации «Смоленская АЭС-сервис» по предупреждению собственников данных многоквартирных домов о том, что нужно освободить площадки в связи с тем, что будут проводиться строительные работы. Строительные работы производятся эти для собственников, для улучшения их нормального проживания в этом доме. Поэтому призываю жителей внимательнее отнестись к тому, что висят объявления. Не просто так они висят, они висят с целью того, чтобы не прекращать работы, которые начаты подрядной организацией. В следующих выпусках мы расскажем вам о дальнейшей работе федерального проекта «Комфортная городская среда», а также как развивается муниципальный проект «Любимый город». Более 75% россиян заявили об ухудшении качества образования после введения ЕГЭ. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос проводился 3 июля по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Большинство участников опроса считают, что качество знаний ухудшается из-за того, что учителя вынуждены натаскивать своих учеников только на прохождение тестов. Формальность подхода к проверке знаний после введения ЕГЭ отметил 71% опрошенных. 77% считают, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учеников. На территориях детских садов Десногорска идет реконструкция. В 2017 году по просьбе депутата Смоленской областной думы Михаила Волосенко и главы администрации Андрея Шубина концерн «Росэнергоатом» выделил средства на замену малых форм на площадках детских садов «Мишутка» и «Лесная сказка» при условии, что старые демонтированные конструкции будут отремонтированы и переданы в сельские поселения Россовского района. Мы расскажем вам о том, где детские горки обретают вторую жизнь и радуют детей. Так неприглядно смотрелось место в центре села Якимовичи. Жители с интересом следили за тем, как оно постепенно преображалось. На площадке трудились работники Атомтранса и Сайс-сервис. На глазах заброшенный участок превращался в культурный центр сельского поселения скрытой сценой и скамейками. Рядом рос красивый детский городок. Директор Атомтранса, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко и помощник депутата Эдуард Синовоз лично контролировали ход работ. Городок вырос, радовал глаз и ждал своих маленьких хозяев. 29 июня после рабочего дня в центре собрались и кимчане на открытие летней площадки в центре села со сценой для культурных мероприятий и детского городка. Их приветствовали шефы, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, депутат областной думы Михаил Лосенко, помощник депутата Эдуард Синовоз. Подарок шефы приурочили к празднованию Дня молодежи, и именно им было поручено право перерезать красную ленточку. Детвора с нетерпением толпилась под руками директоров. Ленточка перерезана, и детские горки вмиг превратились в муравейник. Детишки просто облепили конструкции. Счастью, не было предела. Мне вообще нравится, классно. Много всего нового появилось. А не то, как тогда горка, там немного всего лишь. А сейчас много. Можно полазить, покататься на горках, покрутиться. А там нельзя. Но вообще мне больше нравится тут бегать, лазить. Ну, мне все тут нравится. У нас такого, сколько я помню, никогда не было. А теперь мамы могут прийти, сесть, отдохнуть. Дети сами по себе занимаются. Я сколько здесь живу, у нас такого никогда не было. Слава богу, что есть детская площадка. Вот теперь будем сюда ходить каждый день с внуком на площадку. Спасибо большое, что ее построили, поставили на радость детям. Директор Смоленской атомной электростанции отметил, что центр села за последние пять лет преобразился, похорошел и стал удобным для проведения массовых мероприятий. Маленькая сцена, но большое начинание. То есть вы видите, как люди встретили это хорошее и доброе начинание. Как дети радуются. И не только сцене, и городку. И вот я не зря сказал, это целый комплекс. Целый комплекс. Это здорово, это правильно, это нужно. Коллективы от Антранса и САЭС-сервис потрудились на славу. Детский городок пришелся очень кстати и теперь станет местом прогулки детей и их мам. Все очень рады, особенно рады родители такому замечательному подарку со стороны наших добрых и, так сказать, помощников в нашем, так сказать, нелегком деле. Особенно для глав сельских поселений. Ведь из своего бюджета все выкроить вот это невозможно. И очень долго была мечта, конечно же, чтобы такой городок появился у нас. Восторг от того, что огромное количество детей. То есть мы работали не зря. Всему своему трудовому коллективу я передам огромную благодарность от детей. Потому что их много, они развлекаются, им весело. Это наши дети. Наши дети. И, наверное, мне очень приятно, что именно Десногорск помог соседям. И, надеюсь, и в дальнейшем это будет. Как обещают шефы, дружеские и добрососедские отношения между Якимовичами и Десногорском будут продолжаться. Экологическое движение АК начинает второй этап с составления рейтинга экологического благополучия и качества жизни населения Атомградов. Работа проводится при поддержке Фонда Ассоциации территорий и расположения атомных электростанций. Ясногорск рабочая группа в движении посетила уже второй раз. Наша съемочная группа побывала на встрече представителей с руководством города. Подробности далее. В оценке экологической среды участвуют все города присутствия атомной энергетики. Это первый опыт подобного мониторинга. Он уникален. Объектами исследования экологического благополучия станет не только экология с точки зрения состояния почвы, воздушной и водной среды, но и состояние парков, дорожного покрытия, освещения и такой важной для Атомградов составляющей, как состояние радиационной безопасности. Все то, что интересует общественность. 5 июля рабочая группа движения АК встретилась с руководством Десногорска. Они предложили программу основных мероприятий оценки рейтинга экологического благополучия нашего города. Гости вручили заместителю главы Александру Новикову свой вымпел. Стороны заключили двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Огромный опыт, который мы имеем в проведении экологической экспедиции на атомной станции и на предприятии атомной отрасли, позволяет нам говорить, что это абсолютные лидеры инновационного развития России, и не только России, но и мира. Согласно программе, за два дня эколог-дозиметрист исследует 800 точек на радиационный гаммофон, возьмет пробы почвы и воды, в частности, в реке Десна. Рабочая группа проведет независимый опрос среди жителей города. В качестве первого объекта исследования в Десногорске был выбран детский сад «Лесная сказка». Итоги этой серьезной работы будут известны в конце июля. Вся информация будет размещена в свободном доступе. Тогда же мы и узнаем, какой Атомград самый чистый. В Центре культуры и молодежной политики прошла игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности «Подари ромашку» для детей из летнего лагеря «Улыбка» школы номер 3. Подробности смотрите в нашем сюжете. Заведующая отделом по работе с детьми и подростками Мария Рвачева рассказала ребятам об истории праздника и романтичной любви Петра и Февронии Муромских, которые стали образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. Рассказ сопровождался тематической презентацией, а затем ведущая предложила мальчишкам и девчонкам поиграть. Конкурс «Семья» вызвал у ребят большой интерес. Они с удовольствием разгадывали загадки, ответом на которые были слова, связанные с понятием семьи. Продолжали пословицы. Мы постарались в разговоре, в беседе с ребятами показать важность семейных ценностей, донести до ребят, как им повезло, что у них есть семья, есть мама, папа, бабушка, дедушка, и как это важно в нашем современном мире. У каждого ребенка должна быть семья, ну, мама, папа, бабушка, дедушка, вот так вот. И ребенок не должен быть там сиротой, это, например. Ну, бывают такие дети, у которых родители алкаши, бросают их. Это, ну, плохо. У каждого ребенка должна быть семья. «День семьи, любви и верности – это праздник для того, чтобы семья любила всех, верила во всех и поддерживала». В конкурсе «Раз ромашка, два ромашка» ребятам предстояло изготовить медали для своих пап и мам, бабушек и дедушек, в общем, для любимых и родных людей. Для каждого ребенка семья – это самое ценное, что есть на земле. Поэтому ребята с энтузиазмом принялись мастерить поделки, клеить ромашку на бумажное сердце, на котором они написали самые теплые и нежные слова своим близким. «Я сделал поделку маме, потому что я очень люблю маму». «Я маме с бабушкой подарю. Вот это маме, а это бабушке». Детвора весело и шумно сыграла в старинную народную русскую игру «Ручеек разливается». А в завершении мероприятия им показали мультипликационный фильм «Песень моря», сюжет которого повествует о невероятной истории Бена и его сестренке Сирши. Вместе они пускаются в фантастическое путешествие сквозь исчезающий мир древних легенд и магии. Также мультик учит тому, как важна и нужна семья в жизни каждого человека. А теперь о погоде. В Десногорске по-прежнему облачно, с прояснениями возможен дождь. 6 июля днем будет тепло, плюс 22, ночью плюс 14. А на сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин